Друзья, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Будушин.ру, Будоблог.ру, Макевара.ру Сейчас я хочу поговорить о Бункай Ката. Знаете, такая штука Бункай, да, все знают, что это такое. Это аппликация Ката, то есть то, как Ката применяются. И вот если посмотреть на разные старые ортодоксальные Ката, то можно видеть, что там есть некоторые очень интересные вычурные техники, которые им дают очень интересные транскрибации и расшифровки. Я не знаю, чем руководствовались те мастера, которые это дело создавали. Возможно, в то время понимание приемов было несколько иным, и эти вычурные техники не казались абсолютно вычурными. Но боевые искусства, они адаптируются к ситуации, они становятся более опрагматичными, более интегрированными друг в друга, и бойцы из самых разных стран, самых разных направлений сталкиваются. И становится понятно, что некоторые вещи абсолютно не так выглядят, когда приходится участвовать в поединке с бойцами других направлений вообще, которые действуют иначе. И когда мы видим, что в Бункай Ката применяется какая-то техника, и дается ей расшифровка такая, которая точно, боец не будет абсолютно применять ее, то не кажется ли вам, что это несколько неправильно? Я сейчас приведу пример. Одни из самых старых ортодоксальных стилей – это окинадская гуджурю и уэчирю, например. Когда мы видим соревнования, когда бойцы этих направлений вдруг принимают какое-то решение поучаствовать в соревнованиях, то, выходя на поединке, они не применяют абсолютно те приемы, которые используются в ката, уэчирю и окинадского гуджурю. Вот, например, предположим, выходит, боец гуджурю участвует в соревнованиях по кюкушину. Ну, наверное, самое правильное. В Шатукане ВКФ ловить там особо нечего бойцу гуджурю, да, потому что это ближний бой, прежде всего, в кюкушине ближний бой. Удары нужно сидеть голыми руками, замечательно, можно сидеть голыми, в полный контакт, в полный контакт. По ногам можно бить, можно, ногами можно бить, можно, как угодно. Вот, где бы мог себя проверить боец гуджурю. Ну, в голову бить нельзя руками уж, так, я правил кюкушину. Но проверить себя было бы можно, реально, да. Или в тайском боксе можно было бы себя проверить. Вот, это лучше вообще в лихтвее, чтобы без перчаток. Но, тем не менее, вот возьмем мы кюкушину. Кто мешает бойцу уэчирю наносить удары? Пальцами, фалангами, там, чем-то там еще. Какуто, кокен, шуто, тыцуй. Пальцами различные, вот эти вот двойные техники все. Ничто не мешает. Пожалуйста, грудину проламывай, там, да, там, плечи разбивай, этом перебивай, я, скажем, эти предплечья. Какие проблемы-то? И, пожалуйста, делайте. Кто мешает ударить согнутой фалангой пальцем в грудину или по грудной этой мышце так, что противник не накрутирует? Никто не мешает. Но почему-то, когда происходит такая вещь, они этого не делают. Соответственно, когда говорится, что в Бункайката это расшифровка тех действий, которые будут реально применяться в поединке, реально применяться в поединке, здесь, мне кажется, немножко кривят душой. Почему? Потому что, когда вот дело доходит до такого поединка, где реально можно нанести, то вот этот самый как раз удар, вот такими вот экзотическими видами оружия, которые должны дать определенного рода преимущество, потому что считается, ну, как же, меньшая площадь поверхности, удар, там, все, должно принести победу, потому что так работает. Они этого не применяют, они сразу же перестраиваются в тему и начинают работать одними кулаками преимущество, да? Что мешает ударить пальцами ноги по квадрицепсу, например, или по бицепсу бедра? Ну как же, такая же техника в очерью присутствует. Ничто не мешает это сделать, ничто не мешает. Почему они начинают бить лоу-кики Годзин? Запретов на это нету, пожалуйста, наноси. Никаких вообще, то же самое можно делать абсолютно в соревнованиях по рукопашному бою. Вот уж, если, предположим, руки даже перчатками защищены, в том же самом кикбоксинге, там, или в тайском боксе, но ногами-то там ноги не защищены никак, и поэтому вот такие вот экзотические техники, пальцами ног удары можно наносить. Почему мы этого не видим? Наверное, все-таки получается так, что то, что называется бункай-ката, как те техники, которые будут применяться в реальном бою, не такие уже и реальные. А потому что как? Если даже в обусловленном самой поединке их не получается применить, то в реальном бою, так как они не отработаны в свободной динамике, вряд ли они вообще получатся. Вот и чем тогда, получается, отличаются эти экзотические бункайи от того, что демонстрируют нам фрики от боевых искусств, которые показывают какие-то нелепые техники, которые прекрасно работают с их учениками, когда они выходят и демонстрируют такие чудеса, там просто вообще что-то немыслимое. Но то же самое мы видим, когда идет демонстрация бункай-ката, когда вызывает старый мастер своего ученика, или там ученики между собой это делают, и у них получается, что они работают такие вещи. И у них получается типа нормально все. Никакой разницы я, в общем-то, не вижу. Это все одно и то же. Пусть камушки привезли. Получается все одно и то же. Разницы нет абсолютно никакой. Ну, соответственно, какие можно выводы сделать? Бункай-ката – это вещь, которая позволяет сохранить некий набор азбуку традиционного каратэ, то есть азбуку приемов традиционного каратэ. Возможно, это имеет смысл вот это сохранять, потому что это красиво, это помогает понять историю этого всего. Но если мы говорим о том, работает ли это, ну, я считаю, что работает на хорошо зафиксированном своем противнике. Если это не работает в спортивном поединке, ну, в обусловленном, скажем даже, спарринге полусвободном, ну, скорее всего, оно не выстрелит. Так что, если подводить резюме, нужно ли делать бункай? Нужно. Безусловно, нужно. Потому что оно позволяет понять возможности человеческого тела, помогает понять, что можно и так было, и, возможно, так и сейчас. И я больше того скажу, что у кого-то может это и сработать. Не у всех, у кого-то. Вот, например, если честно сказать, то я очень люблю бить знакодака внутри понкен. И я действительно его могу наносить очень сильно, могу ломать им доски, и реально могу за место удару кулаком сайкеном ударить понкен. Реально. У меня это работает. У кого-то сработает какая-то другая техника. Там, кончиками пальцев удар, там, нуките, что-то еще. Но, однозначно, не у всех пойдет в бункай то, что делается удары нуките, там, кончиками пальцев по-другому, там, накодака, кэн, там, и так далее. Удары там основаниями пальца и фалангами пальца. Не у всех пойдет. Значит, нельзя это рассматривать как технику, которая реально работает у всех. Ну, реально работает у всех. Сайкен, тэцуй, шуто. Вот это те приоритетные техники, с которой должны звучать все. Потому что оно действительно действует. А это надо попробовать, если пойдет, имеет смысл. Но настаивать на этом и делать эти нуки Т, если ты не можешь доску пробить и говорить о том, что вот это надо делать все равно и учить это всю жизнь, смысла не имеет. Мое мнение личное. А вы думайте, как хотите. Салют. Продолжение следует...